Приветствую, друзья! Поговорим сегодня про сухость во рту. Сухость во рту имеет такой медицинский синоним ксеростомия. Мы больше это слово произносить не будем, просто чтобы знали, что это то же самое, что сухость во рту. Итак, сухость во рту – это состояние, при котором слюны и железы не производят достаточного количества слюны, чтобы выполнить главные функции слюны – участвовать в переваривании пищи, увлажнить язык и слизистые оболочки, полость рта. Вообще, слюна выполняет огромное количество функций, она облегчает глотание, поддерживает в работоспособном состоянии слизистые оболочки, то есть систему местного иммунитета, она участвует в переваривании пищи, она позволяет почувствовать вкус пищи. Если есть дефицит слюны, то с этим большие-большие проблемы. Дефицит слюны, то есть уменьшение слюноотделения проявляется не только ощущением сухости во рту, но и другими симптомами. Ну, первое – это может быть неприятный запах изо рта, болезненность, трудность жевания, глотания и речи, боль при глотании, боль в горле, охриплость, прямо ощущение сухости языка, изменение чувства вкуса, проблемы с ношением, например, зубных протезов. Какие главные причины сухости во рту? Самая распространенная причина – это дыхание через рот, которое вызвано заложенностью носа. Соответственно, и аллергия, и искривление носовой перегородки, и аденоиды, и элементарные урви приводят к сухости во рту. Далее – обезвоживание. Ну, понятно, что если организм испытывает дефицит жидкости, то одним из симптомов дефицита жидкости будет сухость во рту. Кроме этого, сухость во рту – очень распространенный, побочный эффект огромного количества лекарственных препаратов. То есть сухость во рту может иметь место при приеме антизистаминных средств, антидепрессантов, мочегонных, обезболивающих, средств, посредством которых лечат повышенное артериальное давление, препараты железа и многое-многое другое. Определенные физиологические состояния вызывают сухость во рту, прежде всего, ваш возраст. Чем человек старше, тем хуже, ну, физиологически хуже работают слюны и железы, и у многих пожилых людей реальный дефицит слюны, и, кстати, именно из-за этого многие пожилые люди плохо ощущают вкусы. Более редкая причина сухости во рту, ну, например, там травма нервов, которые находятся в области головы и шеи, которые тоже могут привести к сухости во рту. И еще надо знать, что сухость во рту при некоторых болезнях, ну, просто скорее правило, нежели исключение. Например, сухость во рту встречается при сахарном диабете, при последствиях инсульта, при дрожжевой инфекции молочницы в полости рта, при болезни Альцгеймера, при некоторых аутоиммунных болезнях, при ВИЧ, СПИДе. Есть даже такое состояние, называется аутоиммунная болезнь, синдром Шегрена, для которой характерна сухость глаз и сухость слизистых оболочек во рту. Сухость во рту может возникнуть при курении, при жевании табака, при употреблении алкоголя, при употреблении некоторых наркотических препаратов, в частности, сухость во рту относительно типична для марихуаны и для использования метамфетаминов. Естественно, сухость во рту может привести к определенным осложнениям. Ну, осложнения сухости во рту, на первых, это очевидно. Это кариес, изоболевание десен, это язвенные трещины в уголках рта, проблемы с языком, проблемы с жеванием, глотанием, молочница во рту и так далее. Ну и главное, это очень выраженное ощущение дискомфорта. Конечно же, с диагнозом вам поможет разобраться врач, но сразу вам хочу сказать, что все-таки в 90% случаев причиной сухости во рту является затрудненное носовое дыхание. Есть определенные правила, универсальные правила, позволяющие вам правильно, адекватно отреагировать на сухость во рту, ну, пока врач не установит конкретный диагноз. Итак, 8 правил помощи при сухости во рту. Первое. Обильное питье, ну, чтобы исключить обезвоживание. Второе. Использование увлажнителей воздуха, особенно во время сна. Оптимальная влажность воздуха от 40 до 60%. Третье. Прохладный воздух в спальне. Оптимальная температура воздуха в спальне 16-20 градусов. 20 это уже максимально. Большинство справочников указывает 19,5. 4. Используйте специальные зубные пасты или жидкости для полоскания полости рта, которые не содержат спирта. Причем я сразу говорю, смотрите, если вы зайдете в любую поисковую систему и напишите зубная паста при сухости во рту. Вам покажут специальные зубные пасты. Ополаскиватель полости рта при сухости во рту. В принципе, все детские ополаскиватели полости рта не содержат спиртов и они подходят. Далее, пятый пункт. Следите, что вы едите и пьете. Алкоголь, кофеин, сладости. Все это усиливает сухость во рту. Шестое правило. Проанализируйте ваши лекарства. Не можете сами, проанализируйте это с вашим врачом. Если сухость во рту возникает после приема лекарства, что вам надо сделать? Отказаться от этих лекарств, изменить дозу и в любом случае посоветоваться с доктором. Далее, седьмой пункт. Регулярно посещать стоматолога. Сухость во рту практически всегда сопровождается кучей стоматологических проблем. Вовремя оказывать или получать помощь при этих проблемах. Значит, профилактировать кучу страшных проблем. И еще. Есть продукты. Это пункт восемь. Для увлажнения рта. Ну, можем назвать таким продуктом элементарную воду, которая может быть рядом с вами во время ночного сна. Есть стандартная рекомендация по использованию медицинского глицерина. Медицинский глицерин. Что надо сделать? Берете медицинский глицерин и на литр воды капаете 3-4 капли глицерина. После чего этим раствором можно полоскать рот. В принципе, можно и проглотить, но совсем не обязательно. Далее. Рекомендуется специальные жевательные резинки. Естественно, без сахара. Опять-таки, если сделать запрос. Жевательная резинка при сухости во рту. Есть специально рекомендуемые для этих ситуаций жевательные резинки. Кроме этого, есть стандартные рекомендации. Например, использовать замороженные овощи или фрукты. Ну, как правило, рекомендуют замороженную дыню или замороженный огурец. Вот берете в рот кусочек замороженной дыни. Это реально вызывает усиление слюноотделения. И еще одно. Есть сейчас, это, кстати, очень распространено. Есть таблетки на основе папайи. Папайя содержит вещество, которое называется папаин. И этот папаин реально стимулирует слюноотделение. И вот из плодов папайи есть таблетки, которые реально помогают при сухости во рту. Тем не менее, друзья мои, я еще раз как бы подвожу итог. Есть куча причин, с которыми вам поможет разобраться доктор. Но главная причина, с которой вам никто не поможет, это теплая сухая спальня и забитый нос. Поэтому самым надежным способом борьбы с сухостью во рту является промывание носа солевыми растворами, чистая прохладная спальня, поэтому за солевым раствором и увлажнителем шагом марш. И делайте правильные выводы. Субтитры создавал DimaTorzok